Теперь важнейший вопрос, он займет пару минут, но он важнейший для всей страны. Дело в чем, если я критикую, если я говорю, что вы неправильно делаете, страна заросла мусором, дошла до социальных возмущений, почти до восстания, кому охота дышать вонью. Я возвращаюсь к этой теме уже с конкретным предложением. Я как говорю, вот эта яма полтора на полтора на полтора, заполнили ее бытовым этим. Машина есть, из двух квартир весь бытовой мусор до последней капли вывозится сюда. Да, мы платим, вынуждены платить в городе за вывоз мусора, но в мусор ни одна капля не попадает. Здесь в деревне все вынуждены платить, здесь появились огромные машины, по моим понятиям дурь, сейчас поймете почему. Значит, и кто не платит, будет включать электричество, то есть грабеж продолжается. Дальше будут расти тарифы, ну, вам это знакомо. Далее, значит, что получается, реакция моих близких, которые, как же так, да не можем, надо вывести их, а это, потому что бутылки и пластиковые бутылки, стеклянные не разлагаются. Я отвечаю, черт с ними, пусть не разлагаются. На глубине метра полтора ниже пахотного слоя ими заинтересуется, знаете, когда дограбливаем страну, планету, само собой, а идет к уничтожению, потому что это раскачивание климата, минус 40 в США, где климат, как в нашем Сочи был. А что сейчас творится в Сибири, вы уже знаете, не боитесь? А дальше будет хуже. Это надо было вырубить половину тайги, а вторую поджечь, чтобы скрыть следы первого преступления, совершить второе. Это не остановить. Я вот что придумал? Ну, можно возмущаться, но есть методы вполне экономические. Смотрите, для начала покажу, что такое моих 30 ям за все годы. То есть я это делаю давно, сознательно. Вот этот вот, видите, эта почва, очередной раз она была скошена. Так, вот деревья, нормально развиваются деревья. Старый снимок. Она была скошена. А теперь проявление, где она растет. Просто вот она растет. Это тоже жирная трава, вот эта. Потому что у меня жирнее, чем у всех соседей. Они выкашивают для соседей, для этих, для коров. Ну, почву не сажают буквально. Блодородие почвы. А вот этот, видите, это яркий получился. Самый вопрос. Да как это? А, так это ж яма моя, закопанная годом раньше. Вот это вот. И смотрите. Вот. А я вам сказал, у меня 30 ям. Впечатляет? А, это? Впечатляет? Так вот, друзья мои. Мое предложение заключается в следующем. Значит, может быть, допустим, Киселев очень активно помогает мне, фильмы делает. Я к нему, в первую очередь, обращаюсь. Вот вырезать для начала вот этот кусочек. Почему? Потому что предложение мое конкретное. Человек платит какую-то сумму. Ну, в деревне, по-моему, пока я не плачу, платят те, кто прописан. Вот. Кстати, ну и не выбрасываю. То есть, не сдаю мусор. Который потом куда-то все равно где-то будет гнить. Вот. На счет переработки смеяться будете? Кто-то Шушенского района будет перерабатывать, там, заводы строить. Вот мне надо было тут кукиш нарисовать. Ладно. Значит, получается, что если человеку попросить, чтобы он заплатил 100 рублей. Нет, не так. Чтобы он выкопал вот такую яму. Потом кто-то это проверит. И плодородие я вам гарантирую. Представляете, что мы выбрасываем? Ну, что-то там будет, там, кроме бутылок-то. Масса полезных веществ. Вся эта, как называется, таблица Менделеева. И вот тот, кто вот это выкопал, решетка для того, чтобы не растаскивали эти собаки. Вот. Неизбежная. Выкопал. В комиссию. И теперь ему платят те деньги, которые для огромных машин, которые уже по деревне ездят. Бензин. Все. Просто работает в холостую гигантское. Еще один запущен гигантский механизм. Помните тот механизм? Деревья красить, деревья обстригать не нужно, стрижку. Ой, а там понаворотили. И вот еще одна гигантская афера. Вот. И вот, значит, представим себе, что кто-то выкопал, а я копал ее всего лишь сейчас, эту яму, так? Значит, теперь ему платят. Те деньги гигантские, которые холостую. В стране запущен маховик гигантских денег, которые вынуты из нашего кармана. Миллиарды. Взамен этого. Пришли, посмотрели, яма выкопана. Никакой машины нет. Вот. Значит, теперь получается. Нормальное предложение. И вот в какой системе мы живем, почему это трудно будет выполнить, я понимаю. Я, мой пример любимый, сами знаете. Дело в том, что вся гигантская система контроля и надзора, постнадзор, этот самый, сельхознадзор, санитарный надзор, Роспотребнадзор, работает система, помните, я рассказывал ролик, даже показал фотографию с ролика, сидит узбечка или там тазичка, перед ней тысяча саженцев, естественно, все доедино умрут. Вот рынок среднего статистического российского города, где все они умрут. Ни одного плода никогда не дадут. Вот. Подходит серьезнейший мужик с погонами, серьезнейший. Лет 40. Вы знаете, такие мужики, кряжицы такие есть. Вот. Рост это под метр девяносто. Если его прячь в плуг, сколько можно сэкономить на этих бензина и солярки на этих. Вот. Он спокойно спашет землю. Вот такие вот. И вот он, у него, его орудие труда, шариковая ручка и протокол. Он подходит. Помните, мои старые эти фильмы. Я рассказывал и даже показывал фотографии. Подходит, садится, заполняет протокол, пишет 300 рублей, вручает квитанцию и уходит. Таджичка продолжает торговать. Вот это символ нашей гигантской системы, которая абсолютно это. И вот кто бы это будет выполнять, кто проверит, все ямы накопали. Вот. А я еще скажу, я вынужден это высказать, потому что это наболело, потому что нас грабят. Я должен кричать, караул, ребята, нас грабят. Начали в деревню со 100 рублей, в городе уже, по-моему, 300 рублей. За что? И я же не мусор-то, вот он мой весь. И хватает на год это. И вот смотрите, как эта система работает. Я вспоминаю Бразилию, книгу Пеле, 60-70-е годы. Там было так, значит, фраза, которая запал душ. В Бразилии в те годы дикая нищета абсолютная. Вылазил один там из 100 тысяч или из миллиона, как Пеле, благодаря ногам. Вот. Не голове, а ногам. И вот он говорит, какое гигантское счастье было попасть на государственную службу. Это было как лотерею выиграть, потому что это было, это было счастье, это возможность избавиться от голода, от, это самое, от, чтобы будущее обеспечено. А как держались за эту государственную службу? И вот если бы вот этот вот с погонами надзорный, вот этот вот здоровой мужик, который ходит только, дань собирает с этих несчастных таджичек, вот, и не прекращает их подлую, они, это подлая деятельность, в принципе, которую он не пресек. Если бы он знал, что завтра потеряет погоны, у нас бы, миллиарды бы из наших карманов не вынимали, у нас наконец-то бы появились настоящие саженцы. Вот. Еще раз говорю, окончание именно вот этого монолога, кусочка, нам нужно каждому вот такой выкопать. Так, я не буду, я буду платить, я плачу, я не буду позуставать, что я ни одной капли мусора не выбрасываю в этот, в мусоровозку. Вот. Ни разу ничего, я так, я хочу, чтобы где-то когда-то, почему я сейчас знакомилась с Тимошкой, вот, я его готовлю, я вам потом покажу. Президенты, успеть бы только, лучше бы Серегу Железову, лучше бы Савинич, вот, еще я вам назвал 10 фамилий, ребята молодые, прекрасные, умные, талантливые, вот, они всегда, вот до сих пор пока они, помните, целый список в одном из вебинаров, и фотографии показывал, повторяться неудобно, если их не возьмут на государственную службу, вот, у нас никогда страны не будет, ну, садов-то уж точно не будет. Ну, что, понятно, да, значит, мое предложение для всяких, существуют фонды социальные, как они называются, фонды социальных изобретений, что-то в этом роде, там тоже спят, там тоже нет конкуренции, там тоже ни хрена не надо, потому что за ними, должна, это самое, последовать какие-то, и даже затраты, ну, и здесь уж затрат-то нет, сам выкопал канаву, яму, и чтобы человек туда складывал, и тут же на другой день отменить эти самые, по деревням, по этим, огромные машины, которые жгут солярку, чтобы их отменить, тут же, эти же 100 рублей, наоборот, теперь, из того фонда, который, да просто, как сказать, тут шарфуатина, дайте человеку денег, и он будет с удовольствием у себя мусор хоронить, на своей территории, вот мое предложение, фух, какое богатство, посмотрите, вот оно из земли прет, ведь никто, почему-то до сих пор не знает, да там, тысячная часть из земли, вот это вот, а остальное, это, это все, ой, сколько раз уже повторял, красота-то какая, ну, как еще убеждать-то, ну, почему я должен надеяться уже, или на сына, или на внука, что станут, если не президентов, то хотя бы, каким-то советником президента,